Бобруськ накрыла настоящая зима. Настолько сильных метелей не было по меньшей мере несколько лет. Впрочем, 2021 уже не в первый раз удивляет своим непостоянным характером. Суровые морозы, снегопад и гололёд. Кажется, мы уже привыкли к таким подаркам. На борьбу с непогодой брошены буквально все силы. Для лучшего сцепления с дорожным покрытием заготовлено 12 тысяч тонн песчано-солевой смеси. 34 единицы техники, тракторы и самосвала, прочищают путь для водителей. 270 человек заняты уборкой тротуаров. Это только трудовой десант ДЭПа. По жилищным предприятиям задействованы все дворники и также привлечены работники других служб. То есть это строители и обслуживающий персонал. В то же время коммунальщики призывают граждан не ждать дворников, а самим взять лопаты в руки и почистить дворовые территории. Ведь город наш общий дом. Так воскресенье на этой неделе совсем не было на себя похоже. Многие бобручане решили начать утро выходного дня не с кружки кофе, а с уборки снега. Буквально за двое суток обильных осадков засыпало дороги, дома и машины. И как бы ни старались коммунальщики полностью вычистить, все просто не получается. За лопаты взялось и руководство города. Мы рассчитывали так, человек на 20, на 25. Даже места в автобусе не хватило, в который 52 места стоя ехали люди. То есть люди активные сегодня. Можно немножко даже поработать. Хорошее настроение, хорошая погода. Поэтому основная задача сегодня подготовить наши и учебные заведения, и дошкольные учреждения. Для того, чтобы можно было спокойно, комфортно прийти на свои рабочие места, деткам, детские сады и школы. Трудовой десант было решено разделить на небольшие группы, по 5-6 человек, чтобы охватить большую территорию. Начали с Минска и закончили седьмым микрорайоном. Особое внимание остановочным пунктам. Здесь главное, чтобы пассажирам было комфортно заходить и выходить из транспорта. Каждый, у кого есть такая возможность, может взять лопату, потратить час-два свое время в выходной день. И сделать, скажем так, наш город более комфортным даже в эти снежные времена. В связи со сложными погодными условиями, Госавтоинспекция рекомендует водителям быть осторожными и соблюдать меры безопасности. Спецтехника работает в сопровождении ГАИ. Главная трудность во время чистки – не задеть оставленное авто. Госавтоинспекция убедительно просит водителей не мешать работе снегоуборочной техники и свои автомобили не оставлять у края проезжей части дороги. Прогнозы синоптиков не дают расслабиться. Если эта неделя прошла под знаком сильных снегопадов, то следующие обещают ударить морозами. До 25 со знаком минус. Максим Кембель, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.